Два раздела и 77 мероприятий. Таким к обсуждению представляют один из главных документов экономики края. Антикризисный план на два ближайших года, по сути, это пошаговая инструкция, как обеспечить дальнейшее развитие региона. Треть всех прописанных пунктов – социальные меры поддержки. Здесь и содействие занятости безработных, и льготы на получение лекарств, и помощь маломобильным гражданам. Не меньше внимания уделено стимулированию сельского хозяйства, строительству логистических центров, развитию промышленности. Оценивает выполнение всех мероприятий в 14,5 миллиардов рублей. Новый план адаптирован с сегодняшним жестким условием бюджетных ограничений. Поэтому включенные в него мероприятия максимально конкретизированы по срокам и ожидаемым результатам, чего у нас, к сожалению, не было в прошлом плане. Отдельный блок в новом антикризисном плане – поддержка малого и среднего бизнеса. Помощь предпринимателям будет оказана за счет краевых и федеральных средств. Уже с этого года начинает действовать специальная программа. По мнению губернатора, выделенные деньги должны пойти именно туда, откуда потом возможно получить прибыль в бюджет в виде налогов. Мы реальному сектору экономики, малому и среднему бизнесу, по сравнению с прошлым годом, мы увеличим субсидии на 15%. 300 миллионов было в прошлом году, в этом году порядка 345 миллионов планируется предоставить. Это народные деньги, это налоги всех жителей края. Кому мы оказываем эту поддержку и что мы получим за ним? Все государственные деньги должны возвращаться в бюджет, пусть маленькой, мизерной, но прибыли. Это есть поддержка. Поддержка, кто работает, кто может работать, кто может зарабатывать. Это не распил денежных средств. И прекратите способствовать любыми действиями вот этому распилу. Это категорически неприемлемо. И за это будет просто персональная ответственность. Персональная. За неэффективное расходование бюджетных средств в виде господдержки. После того, как проект обсудили все, кто принимал участие в его создании, свое мнение высказали те, кто сегодня сидел по левую сторону от главы региона. Эксперты и участники общественных организаций. Вклад экспертного сообщества, о котором мы говорили, и институтов гражданского общества заключается не только в том, чтобы давать предложения в план, но и конкретно участвовать в его выполнении. Вот мы намерены в части этой принимать самое активное участие. К формированию антикризисного плана Вениамин Кондратьев призвал отнестись больше, чем просто серьезно. Необходимо просчитать все его возможные недочеты и еще раз проанализировать каждый отдельный пункт. Антикризисный план должен отвечать всем возможным рискам, которые нас ждут, нашу экономику. И какие антикризисные меры могут быть в этом плане заложены, чтобы сохранить все гарантии сегодня людям, социальные гарантии, льготы, выплаты. Коллеги, я всех сейчас призываю. Подход моя хода с краю меня вообще никак не устраивает при обсуждении антикризисного плана. Мы сегодня должны с вами выработать жизнеспособный документ, по которому будет жить наша экономика, нашего региона. Поэтому примите в этом участие. Отсидеться никто здесь не должен и не отсидеться, гарантирую вам. Все вы под этим сегодня планом подпишетесь. Все подпишетесь. С учетом всех высказанных сегодня предложений и замечаний, антикризисный план еще будет дорабатываться. Его окончательную версию представят на утверждение уже через неделю. Мария Крошная, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.